Друзья! Маткульт, привет! А уже идёт? Да! Уже идёт! Ну что, значит, ты участвовал в? В муниципе! Во! В муниципе! В межнаре и в муниципе! В межнаре и в муниципе! Отлично! Рассказывай про оба, да? Будешь рассказывать? В межнаре по информатике, но я вам, соответственно, в другом ролике расскажу. Да! А сейчас будет в муниципе. В муниципе, короче, дали 2 часа и 8 задач. Понятно. То есть ролик, скорее всего, будет долгим. Так, ну давай. Задача номер один. Папа их ещё не смотрел, как водится. Да, я вообще ничего не видел, на этот раз абсолютно нет. Вообще не видел. По кругу выписано 16 различных натуральных чисел. Значит, ну вот какие-то числа по кругу. Давай 8 нарисую, чтобы было удобно. Так. Вот, их тут 16. Да. И они все различные. Да. Одно из которых равно единице. Да. Одно из которых равно единице. Ну, допустим, вот это число 1. Да. Любые два соседние числа отличаются либо на 10, либо на 7. Ой. Ну, то есть, понятно, вот тут разница, допустим, 10 абсолютная. Тут где, например, 7. Ну и так далее. Они все отличаются либо на 10, либо на 7. Ооо. И вопрос. Какое наибольшее значение может принимать наибольшее выписанное число? То есть, нужно максимизировать... Максимум. Максимум, да. По всем конфигурациям. Максимизировать... Максимум, да. Максимум. Максимум. Максимум из чисел, максимизировать по всем конфигурациям этих чисел. Вот. Например. Давай... 21, 11. Максимум 41. И понятно, что больше нельзя. Вот. Но числа не различны. Да, 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 да. Ага. Так. Думайте. Либо на 10, либо на 7. Думаю. Думаю. Так. Либо на 10, либо на 7. Нужно залезть как можно выше. Да. 16 чисел, да? Да. 16 чисел либо на 10, либо на 7. Так. Ну-ка попробуем. 1, 11, 21, 31, 41, 51 и так далее будет. Сейчас. Раз, два. Ну, хорошо. 61, 71. Ну, напишу для вас. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Да. Многовато уже. Так. 7. 60, да? Делим на 7. Примерно столько, да? То есть, если я буду вычитать теперь... 61, ну, не делится на 7, да? Не делится на 7. Не получилось, да? А я надеялся, сейчас пробежимся. Сюда, да? 6 раз сюда и 10 раз сюда. И выпадем, да? Но не получится так. Так. Сейчас вообще хотя бы один пример надо создать, когда это... Ну, 71, кстати, делится. 71. Разница делится, но получается их-то слишком много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И здесь посередине будет девять, да? Как я понимаю, чисел. Ну, сколько-то там. Восемь здесь, девять там. Будет семнадцать. Если было семнадцать, то можно было бы сразу сказать точно, чему. Мне кажется, даже побольше должно быть. А, подожди. Потому что... Нет, а, можно же десятку один раз. Семерку, а потом десятками. Блин! Стой! Можно же семерку, а потом опять десятками. Так. Так, я идиот. Так, 81. Сейчас, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да? Сейчас. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Девять. Вот восемь. Да, 8 здесь. Так, ну если я сделал 8 здесь, то я вернуться. 81 я уже не могу. Да, никак. Значит, соответственно, вот, 71. Так, хорошо. 78! 68, 58, 48, 308, 28, 18, 8, 1. Тоже 17? Отлично. Или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О! Ура! Очевидно, что это максимум. Все, да. Значит, как это решать? Ну, понятно, что мы не можем взять все десятки прибавления. Да. Как бы. Ну, очевидно. Нет, конечно, мы не вернемся. Ну, максимальное число, которое мы вообще можем хоть как-то получить, чтобы мы могли вернуться назад, это 1 плюс 8 умножить на 10. Ну, да. То есть 81. Но из него мы можем возвращаться только по тем же числам, как вот в этом примере. Значит, его мы получить не можем. Значит, у нас хотя бы одно прибавление будет семеркой. Ну, а это, пожалуйста. Все, а этот пример уже есть. Ааа, я решил сразу, сразу. Я сразу, я сразу, я сразу задачу решил. И понятно, что это подходит. Поехали дальше. Задача номер 2. Ой, простите, девушки, я пошутил, да. Я неприлично пошутил. Так, давай, скажу я задачу. Итак, задача. Возьмем уравнение. Так. Икс квадрат минус икс минус 2021 равно нулю. Да. Так, причем, что там? Пусть альфа и бета, альфа больше, чем бета, его корни. Тут написано действительные корни. Ну, очевидно, что тут корни действительные. Ну, да, очевидно, да. Альфа больше бета, его корни. Итак, давайте напишем, сейчас будет жесть. А равно альфа квадрат минус 2 бета квадрат плюс 2 альфа бета плюс 3 бета плюс 7. Итак, найдите. Собственно, нас спрашивают. Вот это. Наибольшее целое число, не превосходящее а. Целую часть а просто надо найти, да? Дерзайте. Ну, это просто целое число, да? Почему-то чему она называют? Целое число. Целое число. Ну, наибольшее целое число, не превосходящее а. Может, я не думаю. Да. Так. У отрезательных чисел, кстати, целая часть, она в какую сторону идет? Тоже вниз? Да, конечно. Ну, если бы оно вот так было написано, то, по-моему, к нулю. А-а-а, я понял, да, тогда хз, тогда хз, да. То есть, короче, округлён. Ну, короче, да, да. Ну, в общем, вот так. Так. Соло решается, выглядит, как какая-то… Взял корни, написал длинные выражения из корней и начал оценить. Это идиотский метод, явно. Да, ну, потому что можно оценить корни, собственно, по теореме Виетта, тут примерно корень из сорока пяти должен быть. То есть, альфа плюс бета равно единице, да, а альфа бета равно минус 2021, правильно у нас? Да. Ну, отсюда понятно, что они примерно по 45, и потом вот это все считать. Ну, да, да. То есть, это как бы, грубо говоря, 45 и минус 44, грубо говоря, да? Ну, что-то такое. Ну, так, а 45 на 44 – это 2020… 1980, да? Да. 45 на 44 – это примерно вот это. Ну да, то есть, это 1980, поэтому надо, надо сделать, чтобы было… Не, ну, если хочешь, ты можешь написать просто… Дискриминация. Нет, я сейчас… Я понимаю, да, но я не хочу. Я не хочу… Пощупать еще. То есть, вот 45, если я пошел вниз, 45 поехал чуть ниже, 44 поехал чуть ниже, я увеличиваю или уменьшаю? Я увеличиваю, потому что я приближаюсь к корню из 2021 таким образом. А, значит, соответственно, на самом деле ответ такой альфа равно 45 минус бяка, там небольшая, и бета равно минус 44 минус бяка небольшая, вот-вот, ну там чего-то такое. Да, да. Вот. То есть, ну там примерно, примерно 44, допустим, и… А, они очень, на самом деле… 2025 – это 45 в квадрате, да? Да. Сейчас. 2025 – это 45 в квадрате. Сейчас. Интересно. То есть, это как бы 45 и минус 45? Сейчас. Ну, да. Ну, почти. Ну да. В общем, что-то такое, да. 44 и 8, там, ну, минус 40… минус 44 и 2, да. Ладно, давай не будем заниматься критериндой. Хорошо. Поехали. Значит, мне нужно вот это. Да. Так. Альфа квадрат… альфа квадрат минус 2 в это квадрат. Значит, я могу легко вычислять вот такие штукенции. Потому что это симметрические функции. Симметрические многочлены. Я это могу сказать, что это очень легко сделать. Ну, по теории, что симметрический многочлен можно выразить через вот эти две штуки. Ну, да. Ну, точнее, не совсем так. Альфа плюс бета, да. Альфа… ну, вообще, альфа плюс бета в квадрате здесь явно напрашивается, да. Альфа плюс бета в квадрате напрашивается. И оно явно равно… соответственно, альфа плюс бета у нас единица, то есть это один. Да. Поэтому, на самом деле, можно сразу упростить его. Это один минус три бета квадрат… Да. Плюс три бета плюс семь, да? Угу. То есть это восемь плюс три бета минус три бета квадрат. Да. Ну, вот это уже как бы… па-па-па-па-па-па-па-па-па… Это уже полегче, потому что, ну, теперь мы можем, в общем-то, наверное, и с корнями просто разобраться. Ну, как бы… да? Почему бы нет? Ну, то есть так… неужели можно еще проще? Да. Ну, короче, как я рассуждал? Я… 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 ну, что это можно добить уже, сделав бета. Наверное, да. Бета – это… Вот. Как я делал? Вот. Как я делал? Вот. Это бета. Да. Ну, и здесь там… да. Ладно. Короче, что я хотел сказать. Я подумал, вряд ли это задача типа тупой многоуровневый счет. А ничего кроме теоремы Вьета нам неизвестно. Ну, теоремы Вьета – это как бы мейн-идея для кучи задач на квадратное уравнение. Давайте попробуем, ну, что-нибудь сделать. Давайте напишем. Значит, у нас на самом деле есть вот эта штука. Ну, да. Давайте… Это сразу, да? Это правильный шаг, да, был? Ну, да, понятно, что тут полный квадрат выносится. Ага. Вот. Значит, мы знаем, что альфа плюс бета равно одному. Да. Ну, хорошо. Давайте напишем, что альфа – это один минус бета. Можно. Вот. А еще мы знаем, что альфа бета – это минус 2021. Ну, да. Ну, давайте подставим. Получаем, один минус бета на бета равно минус 2021. Да. А, а то есть бета на бета минус 1… Ой! …равно 2021. Ааааааа! Все. Оп-оп-оп! Оп-оп! Оп-оп! А вот эта штука – это что? Это, собственно, 8 минус бета на бета минус 1 на 3. Вроде так. Ну да! Вроде так. подставляем узнаем ответ ну да вот ну у меня он вроде такой вышел но это неважно там разные ну да ну условия то есть просто оно все оно просто все решает как ну собственно если бы это не была какая-то очень зачем они запутали просто написали найти а а блин найти а ну напишешь вот себе корень ну короче это чтобы запутать все было тут еще вот это условие типа что меньше чем бета где-то я его писал вот вот оно вообще не нужно ну короче смешная задачка шикарно шикардос вот такое упражнение теремии это шикарно нормально да а вот третья задача вторую половину я не додумал третья задача это конечно да я еще там запутался немножко так третья напишем уравнение синус к синус к градусов равно синусу 283 к градусов да уже очень хорошо да значит пусть к 1 наименьшее натуральное число наименьшее натуральное что это корень до натуральное но ненатуральное но ненатуральное наименьшее корня так и собственно вопрос найдите к 1 это на 2 балла следующий вопрос пусть к 2 натуральное натуральное наименьшее больше к 1 тоже корень найти к 2 и еще на 2 балла найдите к 2 невероятно приятная задачка синус так хорошо синус 0 равен синус я тут еще из формулы напутал синус 1 градус не равен синус 283 градуса ты хочешь так и синус 2 градус не равен синус 283 градуса ну это мы долго сейчас сейчас я просто сейчас нащупаю пардон а решайте решайте но на самом деле да синус когда равны да вот только так или так да это первое соображение очевидно до синусы то есть либо у нас должно быть что к просто равно 283 к ну там плюс 2 пи да плюс 2 пи т т да целое целое т да так либо либо к равно 2 пи т плюс пи минус 283 к вот оно из двух что раньше настанет то и настанет раньше да так только другой но только пи здесь пи здесь пи здесь лучше заменить на 300 за на 180 где пи там нет пи здесь но сибирский отшел с гостиница называется спи здесь прошу прощения девушки извините пожалуйста я вообще не буду ну собственно кажется на этом интеллектуальная часть кончилась ну да нам нужно посчитать вот это нам нужно это да давайте посчитаем обе линейки решений чего у нас с одной стороны 82 к да равно 360 т это первое это момент мы минус сократили потому что у нас ты понятно можно делать его отрицательном он да совершенно вот а здесь соответственно у нас 284 к да равно но только 60 180 плюс 360 вот ну можно порешать тут ну да я саша решается да вот ну тут соответственно вот это число делится на 6 внезапно а че там делится вдруг потому что 2 плюс 2 плюс 8 это 12 да 47 поэтому 47 к это 60 ты ну да это первое уравнение а второе уравнение соответственно тут делится на 4 понятно получаем 71 к это 45 до 45 плюс 180 нет 90 ну здесь коде ну тут на самом деле 45 на 1 плюс 2 т ну да здесь к 90 60 да ну здесь соответственно очевидное решение что к делится на 60 да вот значит мы получили линейку решений что к делится на 60 да просто да вот теперь посмотрим на вот эту линейку решений 45 и 71 взаимопросто это вообще просто да это простое поэтому нам нужно просто чтобы 1 плюс 2 т равнялась 71 но это понятно т равно 35 ну или просто как вот ну короче вот это должно быть 71 мы это можем достигнуть это если мы хотим взять наименьшее решение ну а то есть к будет равно 41 на самом деле м вот и тогда просто 45 остается да к равно делится на 45 да то есть не совсем так ладно к равно 45 но к равно 45 достижим и видно что к равно 45 наименьше к равно 60 оно меньше чем следующее вот это да и получается ну да очевидно ну да это просто вот такая вот но я короче я запутался я сначала написал что на самом деле пип пола плюс минус к равно 283 потом я исправил да так давай четвертый пока и так сортирной школе спортивной школе спортивной школе занимается 47 человек просто число 40 теннисист либо шахматист вот они делятся на две группы собственно теннисисты и шахматисты да они никто не теннисисты шахматисты одновременно нет нет делится на две группы шахматистов нет четырех известно что нет четырех шахматистов которые имели бы поровну друзей среди теннисистов то есть я сама днем любых четырех шахматистов то хотя бы одного из них количество друзей отличается от другого да блин это прям въехать да в это да нет четырех шахматистов которые имели бы порно друзей да то есть вот здесь например у этого должно быть какой-то x а у какого-то из этих должна быть y которая не равна x так и вопрос какое наибольшее число шахматистов может заниматься в этой школе шахматисты максимизировать шена макс так ну то есть грубо говоря 0 0 0 друзей 1 1 1 друзей 2 2 2 друзей до 3 3 3 друзей вот так вот и и это можно якобы да но в этом 47 всего 47 всего значит нигде нет 4 друзей да всюду максимум по 3 так и как это значит нужно еще и графом устроить да как-нибудь ну то есть как бы то что вот есть какие-то 3 как я выяснишь я узнал одно слово так анахарет чё леонидов рассказал мне слово которое звучит так анахарет кто это анахарет это отшельник а я хочу она хоре она что короче все ржали это было в майкопе сейчас на этом на экономиконе агу анахарет короче есть три анахарета да они явно ничему не помешают если будут то есть как бы ну вот они вообще не испортят вообще погода интеграл второго рода не портит погода мой песен саватан саватан помоги мне сдать матан вот теперь мы как бы ну я не знаю я выезжаю как ты называешь жадник да то есть да ну просто загонял бы постепенно вот эти трое имеют одного друга да в чем мне пофиг вообще как она одного и того же мидо про это ничего не скажу да вот значит эти трое должны иметь по два друга по два друга ну то есть по крайней мере уже теннисистов как минимум два потому что иначе бы они смогли иметь по два друга вот ну и так можно продолжать да можно продолжать по идее собственно у нас получается два уравнения во первых если мы обозначим что этих теннисистов и шахматистов за ка и то это 47. А второе, что нам нужно, это что? Если мы воспользуемся вот этим методом, нам нужно, чтобы на самом деле k, деленное на 3, округленное вверх, минус 1, было меньше и равно чем t. Что тут написано? Тут написано, что мы их группируем по 3. Это я их делю на три количества. Понятно, что если у меня группка вылезает, то нужно округлить вверх, поэтому вот я это делаю. И так как у меня вот здесь 0 друзей, то я учитаю единицу. И вот это количество друзей в последней группе, оно должно быть хотя бы вот это. Да, 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 такая вполне программистская задача. Ну отсюда мы получаем, как бы, ну видно, что на самом деле k это приблизительно 3 четверти. Ну да, видно, что примерно, да, примерно. Вот, теперь нужно просто забрать число. t, t, t. Нет, вообще я. Всего, да. Всего, да. Да. То есть 100k это примерно 3t. Вот, значит, ну отсюда мы посмотрим. Да, примерно 3t, да. Найдем примерно 3 четверти и подберем ответ. Самое легкое, которое можно взять, это 36. Да, 36. Но 36 если мы возьмем, то у нас нам потребуется по этой формуле 11. Ой. Ровно столько. Вот. А если мы возьмем больше, 37, то нам уже нужно будет 12. То есть не получится. Да. И ответ 36. Вот. Ну вот это почему жадненько можно делать? Ну, понятное дело, что если мы как-то распределим количество друзей, то потом, допустим, у нас вот здесь где-то есть незаполненная позиция. И она где-то вот здесь. Ну то есть будем составлять вот такую табличку количества друзей. А, почему вообще это правильно делалось? Почему это наилучший способ? Да. Давайте составим такую табличку количества друзей, в которой в каждом столбце будет, соответственно, количество и так далее. Да. А здесь, соответственно, три слота. И, допустим, у нас какой-то слот не заполнен, а потом следующий заполнен. Ну да. Давайте перенесем его сюда, хуже не станет. А что значит перенесем сюда? Это значит, что у этого челика было, допустим. Х друзей, да. А мы, соответственно, некоторых из них рассорили. И у него стало вот столько друзей. И Т меньше, чем Х. И ничего не испортилось. Максимум мы уменьшили количество теннисистов. Поэтому мы можем заполнить табличку именно вот таким способом. Да, слушай, шикардос. И все работает. Шикардос, и все, да. Пока все совершенно топорно. Вот. Так. Пока все топорно, пока я все это решил, это уже быстро довольно. И так, дана окружность. Ух ты. Так. Нормально. И у нее есть три хорды. Нарисуем их как-то. Ага. Касая, да, хорда? Значит, и пронумеруем эти все три точки. А, Б, С, Д, Е и Ф. И нам дано миллион длин отрезков. Вот здесь 12, тут 27, тут 15, тут 9 и тут 11. Так. А также нам дано, что вот здесь прямой угол. А что требуют? Что хотят? Значит, есть два задания. Первое. Найдите длину отрезка АД на 2 балла. И второе. Радиус окружности. Ох. Так. Думайте, дерзайте. Думайте сами, решайте сами. Решайте или не решайте. Так. Геометрия. Да. Так. Тут требуется некоторое знание. Я помню нечто. Вот этак вот этому, по-моему, равно этак вот этому. Верно? Степень точки, так называемая, да? Да, да, да. Она одна и та же, да, во всех направлениях. Да, давайте назовем степень точки, вот этой точке, ну, любой точки внутри окружности, отношение, ну, соответственно, тут x, y и z. Тогда назовем, что x, z на z, y – это степень точки. Ой, да. Не отношение, а произведение, да. И утверждается, что она константа, какую бы мы хорду ни взяли. И это же работает для дальней точки. Если возьмем точку вот здесь. Да. И посчитаем, естественно, тут степень точки, у нас нет, у меня не помню. x, y, z, только они на боку лежат, неважно. То тогда опять-таки x, z на y, z – это константа, опять-таки. И равна квадрату касательной. Да. И она равна, естественно, квадрату касательной, потому что тут просто она два раза берется. Да, но это из-подобия треугольников. Значит так, 12 на 27, 270, еще 54, 324. Ну, вроде да, да. Степень этой точки. И она же равна… Давай, это t, а это s. t на 15 плюс s. Это первое, что можно сказать. У тебя 5 и s одинаковые. Блин. Я поэтому ненавижу букву s. v. Да, потому что она похожа на пятерку, да. v. Особенно, когда я пишу 15 s. 1 s или 15… Можно вот так писать. 155. Но… Да. Так, а, подожди, но с другой стороны это же тоже. А, так второе тоже. v на 15 плюс t равно степени этой. Да. Вот это, но вот это. Ну, собственно говоря, все. Отсюда мы можем узнать длины обоих этих отрезков. Да, длины обоих отрезков. А что нам требуется как раз… Нам требуется длина b, а d, поэтому нам достаточно узнать длины обоих отрезков. Так, ну что, тут уравнение, конечно, нелинейное, но, наверное, t на 15 плюс v, да? Сейчас я это сотру. Ну, наверное, если я вычету… Давай я его быстро решу. Ну да, я вычитаю, у меня сокращается квадратный член. Да. И получается, что 15 на t минус v равно 225. Опа. То есть t минус v. Да. t равно v плюс 15. Вот. Вот, а теперь можно это вот сюда подставить. Да. Ну ладно, сюда подставить. Ну, то есть t равно 18. То есть v квадрат плюс… t… Давай сюда подставим. Нет, а почему? t на t равно 324. t на t равно 324. А, окей. t квадрат равно 324, то есть t равно 18. Да. А v равно 3. Отлично. И мы узнали длину этого отрезка, а у нас, соответственно, 36. Ага. А второй вопрос – радиус. Радиус. И вот тут вообще жесть. Радиус. Заметишь? Радиус. Радиус. Думаете? Радиус. Радиус. Так. Так, что-то очевидное, да, должно быть прям сразу, да? Так, 39 здесь, 36 здесь. Так, прямым углом. Таким углом. Таким углом везде облом. Так, как же нам быть? Что же мне здесь надо заметить? Точек-то две, да? Да. Ммм. Так. Твенадцать. Твадцать семь. Так. Таааа. Восемнадцать двадцать семь. Ой, а эти два в сумме дают 18, значит это диаметр. Да. Мы собственно получаем, что раз он делит хорду пополам и перертигулярен, то он проходит через центр, ну и тогда, соответственно, это 39 пополам, радио 15,5. Отличная. Подобрали чиселки. Да, неплохо. Дан набор чисел от минус 1 до минус 26. На доску выписали всевозможные подмножества данного набора, в которых есть хотя бы два числа. А, ну что если единичные и пустое множество, единичные. В которых есть хотя бы два числа. А, хотя бы два, наоборот, двух, трех и так далее. Для каждого выписанного подмножества вычислили произведение всех чисел, принадлежащих данному подмножеству. Чему равна сумма всех этих произведений? То есть нужно знать сумму произведений всех подмножеств, длина которых хотя бы два. Дерзайте. Так. Дожди-ка. Ну-ка. Я, кажется, решил. Правильно? Да? Если я просто напишу это для подмножества 26 чисел, просто возьму и напишу. тогда для нашего подмножества это равно нулю. rex. Потому что у нас… А-а-а. Папу осенило. Потому что вот тут минус за 19. Да-да. Папу осенило. А с другой стороны это 1 плюс x1 плюс x2 плюс так далее плюс 26 x26 плюс все, что требуется найти. задача решена да но это ведь его я даже немножко по-другому решал ну близко понятно всем все то есть рассмотрим такое выражение оно равно сумме ну как бы вот тут пошли икс это 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 как раз эти произведения ровно то что нам нужно вот здесь живет все что не вошло это единица пустое потому что и одноэлемент это мне не нравится что сейчас сейчас ты увидишь что у меня давайте возьмем многочлен п от икс который равен из минус 1 на икс минус 2 и тогда на x минус 26 до замена о суши тоже прикольно заметим что ну как можно воспользоваться например теорема ви это обобщенный заметим что у нас как бы перед перед к там членов да у нас это будет сумма короче по кат 0 до n все возможные конечно произведения катых да вот эти штук на икс в катый ну теперь возьмем давайте икс равный 1 до многочлен за нулится а все произведения просуммируются ну да ну то же самое ровно да но что что нам не подходит нам не подходит единицы коэффициент перед первым который икс в степени максимально ну да и минус вот эта штука так ну да 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 ну тут то же самое но тут же вот здесь плюс а не и плюс это живот а все да все то же самое и короче вот так это даже более стандартно чем это хотя не плюс сумма равна ну ладно естественно можно посчитать сумму лишь сумма равна соответственно от 26 до 2 ну да вот до 26 на 27 пополам минус 1 да ну дальше понятно 13 на 27 минус 1 если я не ошибся пополам стереометрия стереома наслаждайтесь тут есть очень красивый чертеж на доске он будет не настолько красивый правильный тетраэдер да он висит дан правильный он висит ой господи как нарисовать он висит дан правильный тетраэдер который висит над плоскостью да как-то так странно висит господи ж ты боже мой так ты должен его до квадрата повесить вниз до можно не так короче тетраэдер висит над плоскостью и его проекция это квадрат выглядит себе это бывает вот так да офигеть то надеюсь что вставит хорошую картинку что-то вот такое ну чё то такое да какие то там естественно вот так висит вот так и вот так да естественно цитраэдер правильный значит все его стороны равны и его проекция это квадрат у которого тоже понятно все стороны равны так от cdb спраш и известно известно что вот это расстояние значит расстояние от а до плоскости ну неважно 1 это 22 а расстояние от года плоскости это 27 то есть вот это расстояние 22 до плоскости а вот это расстояние про на проекции 27 до ну да да ну он висит с одной стороны от плоскости понятно да он висит с одной стороны от плоскости 22 и вопрос найдите а b квадрат то есть сторону тетраэдера что именно сторону тетраэдера в квадрате так сейчас надо думать думайте 22 и 27 так 22 выше на 5 сантиметров но это просто один хрен что считать 0 и 5 да ну первое соображение давайте приместим его параллельно вниз так чтобы его вот эта сторона c лежала вот здесь да а b было а вот эти они ну как бы да вот как бы нарисовать жалко нас нет этого трехмерной доски такая вот да да вот тогда у нас вот сюда вот он так вот висит да висит да он как-то висит его туда вот свисает и это 5 блин как бы это представить себе то а зараза блин вот картинка хорошая по ней делал но я думаю и и прикрыть а если я вот лучше так просто его нарисую да и здесь попробую что-то увидеть вот вместо этого да то есть да он повернут я хочу понять вот что я здесь что есть пять здесь что что здесь равно пяти как да что здесь равно пяти проекция на плоскость но то есть вот ну как я его так поверну и вот туда на ту плоскость вот этой точке она равна пяти вот мне нужно понять насколько сильно он наклонен насколько сильно он наклонен вот то есть вот я имел вот такой треугольник и начал его как бы отклонять в сторону просто да и в какой-то момент я сказал стоп и замерил это расстояние да но не совсем совсем это ну вот как вот вот оно вначале если вертикально стоял он был вот таким да горизонталь нулю но она как бы ты замерил расстояние которое ты ну короче и посложно рисовать ну да вот скорее проекции на расстояние в какую литровую плоскость это мерили расстояние проекции до нее ну да я просто взял вот это я забил а этот начал вот сюда идти да и в какой-то момент он равен 5 причем я знаю какой для этого должна быть половина угла между двумя гранями сходящегося сходящейся тут была моя фатальная ошибка я короче что я подумал давайте замерим расстояние между вот такими двумя гранями в тетраде собственно расстояние между гранями страиды я подумал что она 60 градусов ну потому что почему бы и нет сервисе углы 60 градусов но проблема в чем вот тут 60 градусов а вот эта плоскость повернута как бы вот в этой поэтому мы идем вот так еще раскрываем этот угол увеличивает не уменьшает короче он не 60 градусов он не 60 и вот в этом я как раз ошибся так вот вот это вот смотри на самом деле вот это на самом деле это единица вот эта единица а это корень из трех пополам нет да вот вот этот треугольник вырезан и вот этот угол половина его нам я разрезал ножом тетрадер до перпендикулярно то есть да тогда я вижу два равностройных треугольника это для которых вот выделено но если да страна один не важно это будет корень из трех пополам соответственно здесь будет одна вторая здесь корень из трех пополам то есть значит вот этот угол который нам нужен да этот угол который нам нужен его соответственно синус равен 1 на корень из трех да да один наконец так поделили в этот да может быть тут вообще что-то простое ну-ка 3 четверти минус 1 четверти 2 четверти да а это один на корень из двух ну можно запомнить это но в принципе нужно теряем трех пополам ну да нужно ли это нам или не нужно нам нужен а теперь мы что сделаем найдем вот этот угол я уже нашел вот да возьмем 180 минус него поделим потолам и это будет угол наклона но второе нет ровно вот до 180 нет но 90 минус вот это да то есть 90 минус этот угол это угол наклона вот этот угол наклона да вот угол наклона и теперь угол наклона значит соответственно вот у меня картина это опять корень из трех пополам драйда все одинаковые корень из трех пополам но от стороны x корень из трех пополам и угол наклона значит у меня а вот теперь нужно понять вот этот или это да то то есть вот я бахнулся да а ну то есть вот это получается ровно кажется вот это все или все таки короче папа что делает он берет вот сюда рисует проект да 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 вот тут угол это соответственно и говорит что вот это 5 а вот этот собственно сторона на корень из трех пополам и по углу у нас есть сравнение у нас есть и минус этого угла и мы можем все узнать да ну да вот ну то есть перед пятеркой будет получается вот это вот одна вторая что пятерка будет или наоборот 1 на корень из двух мне кажется это вообще не да приму а тут же самое он тут же самое же марил висел вот он висел у меня Пятеркой будет, по-моему, один делить на корень из двух. Высота в нем. Да, да, да. Все, один на корень из двух будет пятеркой. Все. Да. Их равно пять корней из двух. Их квадрат равно пять. Да. Да. Все. Вот. А теперь, соответственно, мой метод, который я подумал уже после того, как понял, что там не 60 градусов. Но это было после муницип, к сожалению. Вот. Давайте что сделаем. Нарисуем диагональ квадрата. Обозначим ее за х. Поймем, что диагональ квадрата – это и есть сторона 12 трайбера. Ну да. Потому что диагональ квадрата – это АС. Да. Отлично. Значит, вот здесь икс делить на корень из двух. Да. Их делить на корень из двух – это вот эта сторона. Теперь берем вот это. Вот это CD. И она, собственно, икс. Да. А вот здесь прямой угол. Да. Получаем треугольник, где вот эта сторона икс. Здесь икс делить на корень из двух. А здесь пять. А, и все, да? Потому что вот тут вот такая проекция вот сюда. Прямой угол. Ну, понятно, да? Да, 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 да. Вот. Ну, отсюда решаем квадратное уравнение. Получаем, что икс квадрат – это 50. Отлично. Просто потеряем Пифагора. Отлично, отлично. Превосходно все, да. Супер. Вот. Супер. Ответы сошлись. Все. Седьмая задача готова. Вот. И последняя задача из муниципального этапа за 11 класс. И, наконец, хоть что-то интеллектуальное. Собственно, задача. Дана полоска 1 на N. Хоп. N клеточек. Вот такая вот полосочка. Угу. В каждой клетке стоит либо плюс, либо минус. Давайте что-нибудь намалюем. Угу. Не знаю. Пофигу. Ваня умеет содержать следующую аберрацию. Выбрать любые три клетки, не обязательно последовательные, одна из которых находится ровно посередине между двумя другими. Например. У-у-у-у. Пахнет Теринсом Тау. И этими самыми всякими аритметическими теоремами всякие простых чисел. Ну, вообще, нет. Это не свойство аритмической прогрессии. Пахнет, короче, запахнул Теринсом Тау. Ну, короче, понятно. Взять две клетки, и, собственно, средняя реакция. Теорема Грина Тау, что-то такое. Вот так можно делать. Сейчас буду умничать долго. И. И не решу ничего. Соответственно, поменяй знаки на противоположные. Ну, понятно. То есть, если мы, например, выбрали вот эти три клетки, то мы берем и меняем знак. Тут становится минус, тут становится минус, а тут становится плюс. Блин. Вот. Да. Назовем число n позитивным. Хорошее слово. Позитивное. Если можно получить из расстановки из одних минусов, расстановку из одних плюсов. То есть, изначально у нас есть полоска с одними минусами. А стала полоска из одних плюсов после какого-то количества операций. Тогда n позитивное. Вопрос. Сколько позитивных чисел среди чисел от 3 до 1700? 3 позитивное. 3 число действительно позитивное. Как мы это поняли? Давайте поможем. Понять, что число 3 позитивное. Опа. Так. Так. А что ты можешь сделать некоторый следующий? Конечно. Я сейчас сделаю. Значит. Значит. Итак. Минус, 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 минус. Так. Значит. И еще по минусу. Думайте. Еще по минусу. Вот. Ух ты. Семь позитивное. Ты сделал не самый очевидный вывод. Так. Почему? Потому что раз, два, три. Да. Что говорит папа? 3 плюс 4t все позитивные. Да. Что говорит папа, собственно? Держи. Он говорит. Давайте возьмем. Пусть полоска не делится на 2. Тогда у нее есть центральный элемент. Да. Давайте всегда делать центральный элемент. И, соответственно, вот эти два каких-то симметричных. Но тогда, если мы возьмем вот это и заменим, у нас изначально все минусы. Вот этот элемент будет меняться каждый ход, а вот эти изменятся по одному разу на плюсы и больше меняться не будут. Значит, если у нас количество ходов будет нечетное, то вот этот центральный элемент тоже изменится на четное число раз, превратится в плюсы. То есть вся полоска станет плюсами. Вот. Но это, соответственно, отвечает за то, что тут 3 плюс 4t. Да. Отлично. Фуяк. Так, давай про 4 пойдем. Давайте. Я чувствую, что него невозможно, но не могу понять сразу почему. Сейчас, значит, ты меняешь 3 плюса. Так. Еще раз, значит, поменял эти 2, а это плюс. Так. Ну и что? И какого рожна дальше? Что дальше? Веримон, что дальше? Так. Я чувствую с задницей, что нельзя до 4. У тебя, кстати, сейчас это получается. Не так или не кратко. Ну, не важно. Нет. Ну, давай, давай докажем, что для 4 не задница. Да. Как мы это сделаем? Изначально у нас все минусы. Давайте запишем. Инвариант какой-то, не знаю даже. Вот, инварианты не получается, но можно запустить так называемый алгоритм Dx. Dx это значит. Дx и синистра это половинки задницы по-медицински. Ну, это не та Dx. Я не хочу ее запускать. Вот. Значит, тут единственный ход с учетом симметрии, по модулю симметрии. Это вот такой. Папа напился без алкогольного пива. Давайте посмотрим, куда мы можем попасть из вот этой позиции. Мы можем либо заменить и прийти сюда. Это неинтересно. Да. Либо заменить второй возможный ход. Ну, можно, да, сделать два. Получается... Ой, плюс, минус, минус, плюс. Ну, то есть сделал два минуса и два плюса. А теперь попробуем понять, откуда мы можем прийти сюда. Откуда, да, идея? Куда мы можем прийти отсюда. Замечаем, что мы можем прийти только вот сюда. Потому что если мы заменим здесь, мы придем сюда. Здесь тоже это симметрия. Нет, еще мы можем прийти в один плюс и три минуса. Да? Да. Смотри, у нас есть два хода. Ну, а, подожди. Либо вот такой ход, либо вот такой. А! Проверим обу и поймем, что прийти сюда. Блин, я забыл про центральную симметрию. Да, 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 да. Как не ходи, сюда вернешься. Ну и все, зациклился. И мы понимаем, что у нас это замкнутое н-о. Все, пошла, пошла. Ходов никуда из него нет. Пошла по точкам, да. Н равно 4. Не подходит. Давай поймем что-нибудь еще. Да. Попробуй взять какой-нибудь... Вот ты сделал какой-то очень странный вывод. А ты сможешь сделать более легкий вывод? Более легкий? Ну, ну, мне нужно обобщить либо этот, либо этот, да? Вот тебе как-то нужно вот что-то понять. Давай с пятью помучаемся. Давай не будем. Нет, не будем. Не надо с пятью. Так. Давай потом. Так. Значит, вывод, вывод, вывод. Ну да. Ну, может, есть какой-то все-таки вариант, который прицвет на стене? Четные невозможные какие-то. Давай попробуем с шестью. Да. А, блин. Да. Три х позитивные все. Так, отлично. Значит, что говорит папа не без моей помощи? Да. Что мы можем просто присоединить вот такую штуку к уже позитивному числу и получить позитивное. А, вообще три, нет, подожди, то есть три, а, три, значит, х позитивное, отсюда три плюс х тоже. Да. Значит, это следует из-за того, что мы можем... Это круто, да. Ну, очевидно, что тоже тот же вывод работает для вот этого. Если х позитивное, то х плюс четыре тоже позитивное. Да, 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 сейчас, конечно, конечно, конечно. Подожди, сейчас, 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 три, подожди, три мы просто с одной стороны добавили, да? Да, значит, у нас есть два варианта ходов. Мы добавляем с одной стороны три клетки и сразу их делаем плюсами и забываем про них. Либо мы добавляем с двух сторон от полоски по две клетки, соответственно, делаем два раза ход с центральным. Оно не изменяется, а все, все, центральный, я понял, да. Не изменяется центральный, но... Ну, то есть, собственно... С каким центральным делать? Потому что это может только для нечетного. Ну, да, для нечетного, хорошо. А для четного? Как прибавить четыре? С тестом можно, да? Ну, хорошо, у нас уже есть, что у нас есть? Сейчас, вот, если, например, вот я знаю, что какое-то четное... А, и так, ты знаешь, что три К позитивные? Да. Я знаю, что три К позитивные и три К плюс четыре Т. У тебя остаются три К плюс один и три К плюс два, так? Да. Ну, вот три К плюс... Сейчас, значит... Я пытаюсь прибавить два, чтобы всегда вот... Ну, то есть, три К плюс четыре Т позитивные, но мне нужно доказать, что, в принципе, ИС плюс четыре Т тоже позитивный. Для нечетного я это понимаю. Зачем? Для четного нет. Нет? Сейчас. Значит, сейчас. Хорошо. Четыре негативные. Смотри, ты знаешь, что у тебя три позитивные... Семь позитивные, так? Семь позитивные, да. Мы это доказали. Все. Так. Да. Значит, семь плюс три Т, то есть один плюс три Т, кроме... Четырех. Кроме один и четыре. Четырех можно не предлагать. Значит, все позитивные. Так, отлично. Очевидно, с теми, да. Значит, три К плюс один выяснить. Остается три К плюс два. Да. Три К плюс два. Про пять не думаем. Восемь, да? Ну, сейчас. Одиннадцать. Одиннадцать точно позитивные. Да. Значит, что мы делаем? Мы добавляем еще по два плюса, получаем одиннадцать. Одиннадцать точно позитивные. То есть после одиннадцати позитивные все. И мы знаем, что три К плюс два тоже позитивные. Значит, что мы сейчас сделали? Больше не равно одиннадцати все. Вот что мы знаем. Мы выяснили вот этим способом, что у нас позитивные три, семь, одиннадцать. А вот этим способом, прибавляя три, мы можем получить все числа, которые того же остатка, но при этом больше. Значит, мы знаем, что у нас позитивные вообще все числа, кроме некоторых начальных. Некоторые начальные. Какие начальные? Десятка уже позитивная. То есть, на самом деле, десятка это и после семерки. девятка после тройки до про восьмерку не ясно у нас есть три проблемы 458 все 458 все все остальные числа мы доказали только что что позитивные да а про 4 мы доказали что она негативная можно сказать да остается 5 и 8 ну что помущим пятерку я даже не знаю что доказывать давай немножечко это да про пятерку вообще непонятно с одной стороны я сама доказывать да но можно давай я ее помучаю немножко сделал три плюса потом сделал минус плюс плюс так да дальше я могу а у меня у меня тут есть так можно сделать плюс минус плюс минус плюс до плюс минус плюс минус плюс снова три минус плюс минус плюс минус плюс 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 минус но кажется что не выходит но может быть я неправильно делаю ну короче про пятерку непонятно непонятно поэтому если пропитерка бы мы решили что-то и восьмерка вот ну давайте непонятно не получается сходу сделать на храпом давайте попробуем сделать мой алгоритм только для пятерок о а если мы докажем что восьмерку нельзя тогда питерку точно нельзя да кстати но кажется то что нельзя доказывать сложнее то что можно да ну может быть короче в чем мысль у нас есть два часа 5 и 8 до либо их обоих нельзя либо одно из них можно меньше 2 нельзя да либо наоборот смысле либо оба можно и нам как бы хочется доказать что либо пятерку можно либо восьмерку нельзя либо у нас придется вообще два раза показывать вот и понятно что то что если мы будем доказывать что восьмерку нельзя это будет как бы сложнее чем то что мы пятерку нельзя доказывать потому что нам по-хорошему не видно что можно сделать кроме перебора всех вариантов ну может он и небольшой здесь 1 3 поэтому давайте хотя бы сделаем мой алгоритм для пятерки что гарантирует мой алгоритм он гарантирует что если есть ответ то мы его найдем да потому что мы пойдем во все ну да мы даже сможем понять как его сделать просто пройдем 32 а если естественно нет симметрии еще учит вот а если его нет то мы его думаю давай сделаем для пятерки так минус 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 очень неплохо да задачка такая остались пятерка вот это короче алгоритм который я описал это в целом алгоритм дейкстер ну похож на него ну или бфс если для короче мы просто идем по ну сейчас я буду конкретно запускать бфс то есть мы как бы идем по всем позициям и из них расходимся пока здесь у нас есть три четыре хода ну два симметрично до два хода вот таких симметрично оставлять только симметричные да да давай даже не так сейчас я запишу короче чтобы мне было удобнее давай возможно это будет немножко странно я буду писать крестики и норики ну давай давай норики это минусы да отсюда у нас есть ход наales крестик трестик 3 за есть хот 0 0 huh есть крестик 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 реть 6 до а также есть прогулой х и крестик 0 нуль прессе х Haf Haf have what и автомобиль а ар keep jong так и забоимо оттуда куда нибудь за пусстве у нас но есть вол тракон их три хода У Волкова в пятом этой книге, да? Ойха? Да, дракон Ойха. В смысле, дракон, 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 дракон. Да, начиная даже с третьей книги он был, наверное. Ойха, не помню. Может быть. У земелья копов, потом... Давайте сделаем вот такой ход сейчас. У нас получилось xx0xx, который ты, кстати, не получил. Нет, в какой-то момент, по-моему, получилось. Это если мы делали вот так. Получил, получил, да. Дальше мы можем делать вот так. Да. Тогда у нас получится 0x 0x. Да. Или мы сделаем центральный, но это возвращает нас сюда, поэтому мы так делать не будем. Вторая симметрична. Ну, вот такая симметрична вот такой. Отлично. Вот отсюда. Мы можем сделать замену вот такую, но тогда мы придем сюда. Если мы заменим вот так, то мы придем сюда. Поэтому можно ее не писать. Если заменим вот так, то это дебилизм. Да. Если мы заменим вот так, то мы придем сюда, уже очень хорошо. И, значит, у нас есть еще вариант, что мы заменим вот так, но тогда мы придем вот сюда, только разберем это. Отлично. Значит, вот тут у нас все. Все, приехали. Все. Да. Теперь смотрим на вот эту. Можем сделать так, тогда вернемся назад. Если сделаем так, придем сюда. Если сделаем так, придем сюда. Естественно, вот так тоже придем сюда. Да. Значит, тут у нас тоже все. Все. Это тоже все, да? Да. Но это мы уже рассмотрели, у нас остается вот эти две. А, эти две, да. Ну, давай проверять их. Если мы сделаем вот так, мы придем сюда. Да. Вот так. О-ох. Мы придем сюда. Да. Вот так мы придем. Хо-хо. Вот сюда. Все. А если мы делаем вот так? Хэ-хэ. О-хэ-хэ. Хэ-хэ. Хэ-хэ-охэ. Да. Да. То мы придем… Нет, нет, нет. Хэ-хэ. Хэ-хэ. Хэ-охэ. Мы придем вот сюда, по-моему. Хэ-хэ. Хэ-хэ. Ой. Хэ-хэ-хэ-хэ-о-о. Да. Да, да. Значит, тут тоже все. У нас остается только одна веточка. Одна наша надежда. Да, ну… Давайте заменим так, у нас мы пришли сюда. Да. Заменим вот так, мы пришли сюда. Да. А если мы заменим вот так, то мы пришли сюда. Да. Все. Все. И мы обошли все варианты. Все. Мы зациклились. Хрен, здесь есть… Значит, пятерку нельзя. Нельзя. Да. Но теперь у нас проблема. Ну да. Теперь нам нужно понимать, для n равно 8. Восьмерка – это финиш. И для восьмерки делать это как-то не очень хочется. Как-то не очень. Но, может, придется. А может, придется какой-то инвариант искать умный. Или, возможно, придется и просто моделировать, как это сделать по-хорошему. Вот. Значит… Давай… Слушай, ну я бы сказал так. Вот так точно невозможно. Вариант придумать нельзя. Может, для восьмерки можно все-таки? Дай попробую. Потому что мне кажется, что если нельзя, то это садизм в первой степени. Просто. Все-таки восьмерка задача. Но, тем не менее… То есть… Вот… Может, все-таки можно? Плюс, 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 плюс. Так. Начнем с этого. Плюс, плюс, минус. Уже один, всего минус. Один. Так. Помогите, Медведь! Помогите, да? Ну, я… Придите на помощь. Но я пришел, сказал Медведь, тебе легче стало. Так. Три минуса. Плюс, минус, плюс. Сейчас мы занимаемся некоторым свободным поясом. Медведь, я не могу понять. Пока ничего не могу сделать. Плюс, плюс, минус. Да? Нет? Подожди. Стой. Что у меня сейчас было? Блин. Мне кажется, что я… Я не мог сейчас прямо найти. Подожди. Так. Сейчас. Хорошо. Плюс, плюс. Плюс. Давай так. Давай писать по моей стратегии. Нет, я не могу. Подожди. Плюс. Давай по моей стратегии писать. Короче, что я делаю? Плюс, 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 плюс. Ладно. По твоей стратегии… Ну, ладно. Моя стратегия не важна. Да. Ну, другая стратегия. Не важно. И это ясно, что папа сделал вот такой ход. Ну, да. И вот такой ход. Теперь хочется куда-то еще минус этот загнать, чтобы возникла симметрия картинок. Да? Куда-то хочется его загнать, чтобы возникла симметрия картинок. Да. Минус. Плюс. Минус. Задница. Плюс, плюс. Минус. Два минуса. Шесть плюсов. Неужели нельзя? Нет. Не вижу. Собака. Давай я параллельно буду делать. Ладно. Не могу понять пока. Не могу понять. Я же не могу понять, верно ли ответ. Ладно. Если честно, я, короче, забыл. Так ответ дай. Ладно. Давай так. Ответ – да. Это можно сделать. Ё-моё. Ну, естественно. Ну, потому что доказывать как нельзя – это как-то странно. Это нереально. Это нереально, да. Это нереально, конечно. Ясно, что ответ должен быть. Сейчас. Неужели у меня не получается, а? Чему у меня не получается? Why not? Плюс, плюс, плюс. Минус, плюс, плюс. А вы пока думаете с нами наперегонки. Если у нас от банки будете вал. Груто, быстрее. О. Эм. Минус, плюс, плюс. Эмм. Минус, плюс, плюс. Минус, плюс, плюс. Теперь надо забить... Патронами забейте непокорному грудь Ну шо я я знаменно просоветский Втором государстве нужен здравый покой Я всегда буду против Я всегда буду против У меня получилось 4 хода О ты уже сделал не смотри Покажи Ладно ответов 4 хода убил Начало такое как у тебя Блин Я делаю вот эти и вот эти Да да а дальше А теперь я внимание заменяю вот эти три Я пытался так хрен что вышло Заменяем вот эти три Я пытался так и у меня ничего не вышло Я неправильно пытался Я помню что начало вот такое можно сделать А потом понятно что нужно создать последовательный подотрез Да ну вообще как сама идея что надо не думать об этом варианте а тупо просто делать Да Да она такая она нетривиальная Что ты решил да её Да её я вроде решил Получается ответ что все кроме 4 и 5 то есть ты ещё шоу Я думаю не очень много решили да 98 нет по-моему ну типа она такая нормальная Но с восьмёкой надо выдумать это вообще ух Ну там потыкаешь и получится в целом Да круто круто По-моему я там даже научился если хотя бы 8 клеточек почитать одну А да То есть я научился вот тут ну как бы понятно Да всё Вот Супер Друзья вот такой муницип Ну что удачи на регионе Одна хорошая удача по сути Следующий будет регион да будет Следующий будет регион Когда он будет Ну это уже янвай Ай да всё Супер Миша Супер От культ привет всем